Да, три смысловых задачи. Соответственно, домашнее задание 234 пойдет в три смысловых задачи. Кто хочет, может предлагать решение уже завтра. Сейчас уже формируется параллельное видео, может давать. Давайте посмотрим три задачи, связанных с развитием ТРИС и смежных дисциплин. Давайте посмотрим первую задачу. Мы движемся к концу, уже так далее. Соответственно, я неоднократно предлагал для коллег, то есть нигде это не внедрено, кроме нашего узкого круга, что, соответственно, есть, например, честный двоечник. Я знаю, что у нас сейчас встречает ряд профессиональных попадавателей, вузовских и учителей школ. Два, значит, ты не знаешь. Как-то кол даже из нашей школы ушел, потому что непонятно, за что кол. Тупо не знаешь, что это уже два. Так вот, двоечник – это очень круто. В связи с развитием интернета появилась область отрицательных оценок, которые я предлагаю. Возможно, кто-то предлагал еще, но я не нашел. Так вот, отрицательная оценка – это количество наносимого вреда. Соответственно, я несколько раз обсуждал с парочкой, наверное, парочкой, да, парочкой оценщиков бизнеса, есть такая профессия оценщик бизнеса. То есть, мне интересен вопрос, а можно ли оценить социальный вред, который наносит Ксюша Собчак? Ну, вот, допустим, молоденьким девочкам, очень устойчивая психика еще. Молоденьким девочкам, у которых гормональная буря, поэтому они очень внушаемы. То есть, социальный вред, который наносят какие-то вот такие персонажи. Вот, социальный вред. Так вот, соответственно, тоже специалисты-патриц, они наносят социальный вред. Минус один, минус два. Понятно, минус пять – это очень большой социальный вред. Так далее, вот, как бы, соответственно, возникает, как бы, задача, задача названия, названия явления, как бы, когда человек не знает какой-то курс, не обязательно трис, вообще любой курс не знает. Мой личный вариант, который иногда я использовал, однопроцентник, по аналогии с кефиром. Есть кефирчик однопроцентник, однопроцентник. Ну, соответственно, на однопроцентнике след клином не сошелся. То есть, предложите название для людей, кто вредит своим вещаниям, вредит, не просто двоечника, вредит, то есть, хуже двоечника. Вот, как бы, и кто однопроцентник. Вот, тут может быть одно название, может быть, два названия, скорее всего, будет нелогизм. Может быть, производная от белорусского, может быть, производная от русского. То есть, я как бы, не знаю. Это первая задачка. Мы сделаем отдельные крытыши, но, в принципе, уже завтра можно решать. Идемте дальше. Сейчас в чате не надо активничать, всем тяжело, все устали, не надо сейчас активничать. Соответственно, скажем, наблюдая, изучая, очень пристально, настолько пристально, что большинство представляет даже несостояние. Я и несколько коллег, преимущественно, это из Москвы, соответственно, знают ряд групп в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, где руководители группы знают что-то в области творчества, креатива, на каких-то творческих дисциплин, не будем уточнять. Но, в лучшем случае, один процент от того, что полагается. Но еще такое очень важное свойство – это руководители дурак. Просто бывают люди дураки. В свое время этот вопрос неоднократно спрашивали Альшулера. И Альшулер говорил, что очень перспективная научная работа, я цитирую близко к тексту, нужна ранняя диагностика дураков. Ну, соответственно, мы такую диагностику дураков сделали, но локальную. Для нашего курса, вы видите, 12 индикаторов успешных и неудачников. По некоторым появлениям можно, в общем-то, в течение сентября сказать, у кого получится, у кого не получится. С очень высокой степенью вероятности и так далее. Но, тем не менее, как можно называть модераторов, которые портят мозги своим подписчикам. Более того, что делать с подобными модераторами. Потому что даже, допустим, стандартный вариант, который я уже отказался делать. Например, есть какая-то дискуссия про интуицию. Я, допустим, просто захожу на уикенд, вырезаю несколько категорий. Категория – это подборки материалов. И совершенно спокойно, доброжелательно говорю. Вот еще 200. Ну, если очень нужно, можно и 300. Материалов по интуиции. То есть, это просто несколько монографий по интуиции, которые просто перекрывают, которые, короче, оставляют всей этой группе, всему сообществу 1%. Что делает дурак? Дурак – это выкашивает. То есть, он искусственно оглупляет информацию для своих участников. Мне ни денег не нужно, ничего. Я просто думаю стратегически. Я вижу, на меня вываливаются выпускники, как бы тышку, что у них в голове хлам и шум. Хлам и шум и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мне обидно просто за поле будущей профессии. Моим ученикам, некоторым, не всем, обидно за поле будущей профессии. Соответственно, нужно найти неологизм, название этому явлению. Такая задача просто. Найти неологизм и так далее. Может быть, несколько неологизмов, не знаю. Второе здесь, что нужно предложить, а что делать с дураками? Совет Аль-Шулера есть, мой ответ есть, 12 декабря, это моя работа. Вот, ваш ответ, а теперь ваш ответ. Идемте дальше. Далее. Все то же самое, все то же самое. Люди уже не дураки. Они просто такое чистое сливочное незнание. То есть, они знают примерно один процент, и им кажется, что они знают много. Есть фраза Льва Толстого. Такую фразу говорили многие люди. Смысл которого, что лучше совсем не обученный, безграмотный, чем какой-то всезнайка, который знает чуть-чуть, но надувается на сто процентов. Так вот, что делать с надувающимися на сто процентов, которые откровенно приносят вред, как бы, ну и своим, как бы, подписчикам, и, в принципе, в перспективе, как бы, конкурентоспособности страны. Всего лишь, как бы. Ну, кроме того, что они портят профессиональное поле. Вот что делать? А может быть, не делать. Я, как бы, знаю ответ, как бы, гамму ответа, но тем не менее даю задачу, чтобы вы могли подумать. Ну, а мы идем дальше, мы идем дальше, мы идем дальше. Мы идем дальше. Жестное, конечно. Соответственно, вот иллюстрирующий пример, Лев Николаевич Толстой, вот, как бы, который говорит, как человек сам себя тормозит. В своем дневнике Лев Толстой был довольно откровенен, прям и беспощаден. Ну, и к себе, и к нам. Молодец, Лев Толстой. Идемте дальше. Да, сильное видео, ставящее мозги на место, социальное развитие, человечность и контринстинктивность. Кого интересует гениальность, талантливость, смотрите обязательно. Вот, смотрите, есть выдающиеся достижения. Например, Альшулия Родина доказала, сначала СССР, потом Россия, что она регулярно глупила. То есть, она глупила постоянно, каждый год, каждый месяц и каждый день. Убыток, то есть, страна могла быть, если бы просто внедрялись какие-то чистыми руками, чистыми руками, какие-то вещи, связанные с Альшулием и ближайшим окружением, страна могла быть другая. Страна могла бы быть более конкурентоспособной. К сожалению, этого не произошло. И, соответственно, вот как бы некое письмо жене Булгакова, где есть очень важная фраза, слишком велико мастерство. Когда мы начинаем внедрять Альшулера, все начальство умножается на ноль. Потому что оно некомпетентно, глупо, работает под себя и так далее. Я как-то на одной из лекций недавно просил назвать мне фамилию, имя, должность одного начальника, который реально думает и действует по поводу конкурентоспособности такой страны под названием «Россия». Одного, ни одного письма, ни одного письма. Повторяю просьбу. Пойдемте дальше. Вот. Вот, соответственно, дугая желтая строчка, она одновременно и про Булгакова, и про Альшулера. Ну, Булгакова повезло. Булгакову в журнале «Москва» он опубликовался в сокращенном варианте. И уже только в 70-х годах, в 70-х годах, сколько прошло времени, вышла на русском языке полностью «Мастер и Маргарита». Вот. В общем-то, ну, Жестерло сложнее и сильнее, чем «Мастер и Маргарита» Альшулера. Ну, думаем об этом, думаем об этом, да. То есть, миллиард лет до нашей эры, которые выпиваются в Тругацких, есть описана некоторая одна мысль, такая крамольная, которая кажется интеллигенцией кухонной, о том, что Вселенная мстит. У Альшулера в Жестерло написано более ста способов, как ближайшее окружение мстит творческой личности. Интеллигенция упивается с Тругацкими один ход, один ход, и не упивается более чем ста ходами Альшулера. К вопросу о квалификации и разнице в квалификации в десятки, сотни и тысячи раз. Модератор, готовим чат.